Ой, мне тут стало немножко как-то сонливо и не очень удобно сидеть, и ко мне пришла Лизка погреться, залезла под одеяло, вот, и лежит у меня тут, помогает мне отдыхать, набираться сил, она на самом деле, как любая лечебная кошка, лечебная кошка, в общем, знаете, такое поверье какое-то есть, что кошки вытягивают негативную энергию, когда вот что-то болит, в общем, они помогают, и вот, Алиска мне помогает, отвернулась, ну, че ты отвернулась-то, Алис, не хочет общаться, Алиска, ну, смотри, смотри, люди на тебя смотрят, Алиса, ушла, ушла, бросила меня одну, В общем, ребята, болею, ну, как болею, болит спина, так-то я не болею, но врач сказал постельный режим, надо лежать горизонтально, Единственное, что еще надо, эти самые, чтобы ноги, в частности щиколотки, вот именно самый конец ног, самый низ, надо их, короче, когда спишь, ну, вообще, вообще, когда лежишь, поднять на 15 сантиметров выше уровня всего остального тела, вот, поэтому надо что-то придумать, чтобы их поднять, ну, наверное, подушку какую-то подкладывать, вот, такие дела, так что постельный режим, тишина, покой и никуда не ходить, ну, там, обезболивающее принимать и мазаться мазью, вот, и, в принципе, что, если через 4 дня лучше не станет, то надо продлевать этот самый больничный, вот, так что такие дела, болею, Такие дела, кстати, подумываю устроить конкурс, наверное, он будет ближе к концу этого влога, потому что я еще не продумала, какие условия будут и, в общем, все такое, поэтому это будет влог такой, наверное, из нескольких дней, пока я вот на больничном, вот, и, наверное, в конце, ну, ближе, там, к концу видео я вам конкурс объявлю, и там условия будут и еще, все, все, так что не переключайтесь, продолжаем болеть. Друзья, всем привет! Я в темноте, это вообще трэш, сейчас случилось, короче, сидела, просто смотрела телевизор. Хорошо, что я днем успела для вас отснять обзор посылки китайской, которую давно обещаю. Он, наверное, выйдет раньше, чем этот влог, но просто прикол. В общем, сидела, смотрела телек, буквально вот пять минут там не прошло, скипел чайник, я успела налить себе чай, и у нас во всем доме, в нашем подъезде, в соседнем подъезде и в соседнем корпусе, который, как бы тоже дом 9, но другой корпус, в двух зданиях отрубилось электричество во всем доме. Короче, не работает вообще ничего. Ни розетки, ни свет верхний, то есть включаешь-выключаешь выключатель, не работает свет, холодильник, плита, телефон, вообще ничего не работает. Трэш просто. И я, короче, в темноте, ну вот, решила вам так поделиться, такой прикол. И, в общем, у меня просто мама вышла из здания, и буквально вот она только вышла из квартиры, спустилась на лифте, ну, секунд 30, минута прошла, наверное, только как она ушла, и вырубается электричество. Я ей звоню, она уже практически в машину села, вернулась, зашла в подъезд, спросила у консьержки, и консьержка говорит, что, короче, буквально это мгновение произошло, то есть это уже все в курсе, уже сообщили в службу, в общем, служба едет, что это такое, неизвестно. Над нами, на 11 этаже идет ремонт активный, и они там что-то упорно сверлили весь день, я не знаю, я вам снимала обзор, это просто самый трэшовый обзор в моей жизни. Ну и сейчас, слышите? Вот, и в общем, и в этот момент они могли какой-то кабель попасть в этот кабель, в общем, непонятно, что произошло. Вот так вот сидим в темноте пока будут новости еще, включусь. Прикольно, да? Друзья, всем доброе утро. Что-то чих на меня напал. Вообще, вроде ничего такого. А, просто чешется, ну как, щекочет что-то в носу, и как начинаешь чихать подряд прям. Вроде ничего такого не предвещало. В общем, я сейчас как панда сижу. Что-то я, короче, сегодня прям какая-то сонная была с утра, и вообще не хотелось вставать. Вот, в общем, и огромные такие мешки. Вот, я, в общем, я отдельно, наверное, расскажу про эти патчи в каком-нибудь из влогов, может быть. Вот, в общем, я их выиграла в конкурсе. И, если говорить в целом, мне кажется, они свои функции не выполняют, но с мешками неплохо справляются. Вот, поэтому прям какие-то супер сказать нет. И вообще не знаю, чего так все прыгают вокруг этих патчей. Прям патчи, патчи, и главное, чтобы корейские были, и все такое. Ну, вот у меня корейские, но что-то я не в восторге. Ну, с мешками справляются, так что, в общем, пойдет. Я чего хотела сказать. У нас уже новый день. Уже по, то самое, в предыдущем эпизоде, я вам снимала в темноте, у нас вырубился свет. Так вот, оказывается, то есть потом буквально, наверное, света не было минут 20, ну, может, полчаса. Вот, оказалось, потом выяснилось, что у нас во дворе роют какую-то хрень. В общем, там из-под земли достают газовые трубы и над землей, наоборот, их делают. Короче, там вообще пипец какой-то. Перерыли все на свете. Теперь не двор, а я даже не знаю, что это вообще. Похоже на... Знаете, в Москве есть такой район, Карачарова. Вот когда на ту сторону железки переезжаешь, там просто вообще как будто там не ступала нога человека. Такое местечко вообще. какое-то, я даже не могу назвать. Ну, как без обид, конечно, как в очень-очень большой глубинке. Просто цивилизация там не была давно уже. Да и не скоро будет. Вот, в общем, ну, такое место очень какое-то, ну, застарелое такое, прям, затхлое. Вот, и вот у нас во дворе теперь примерно Карачарова происходит. Вот, в общем, оказалось, вот они рыли, рыли, там, рыли и ковшом зацепились за электрокабель. И, потому что я не слышала сама, но те, кто у нас вот из нашего дома, соседи, они в это время во дворе гуляли с детьми, потому что время было где-то в районе, там, пяти часов вечера. Вот, и те, кто гуляли с детьми, они сказали, что услышали сильный хлопок. То есть это не было похоже на взрыв, а просто такой какой-то хлопок сильный. Вот, и, в общем, оказалось, что они этим ковшом копанули и зацепились за металлический, за электрокабель, и он порвался, и в этот момент был хлопок, и два здания отрубились от света. То есть в одно мгновение в двух домах, в двух разных корпусах вырубился свет. Это вообще был трэш. Вот те, кто на улице стояли, говорят, что мы вообще обалдели, потому что это всё произошло так быстро, и вдруг дома погасли, и один, и второй, и всё, и света нету, и они стоят чёрные. В общем, это было прикольно. Ну, оперативно, кстати, буквально, вот я вам говорю, когда я выключила свет, я позвонила маме, да, и буквально через две минуты она мне перезвонила, спросила у консьержки, эти самые экстренные службы уже были в курсе, то есть они уже выехали, вот, и чинили это всё где-то полчаса, наверное, максимум. Вот, так что вот так вот. Посмотрим. Ну, в принципе, эти самые круги уходят, но не так сильно, как, то есть совсем они не исчезают. Ну, ладно, я про патча отдельно расскажу потом. Вот. Сейчас, кстати, хочу вам рассказать ещё отзыв небольшой. У меня были вот такие вот пробнички от Тиана. Я участвовала в опросе. Ссылочку вот здесь оставлю на обзорное видео. Мне за опрос прислали набор пробников от Тиана, и там были вот эти кремушки разные. И хочу вам рассказать свои впечатления. Не всё понравилось. Почти ничего. Вот. Сейчас поверну камеру и расскажу подробнее. Так, ну вот, кремов было 5, и не все они кремы. Хочу сначала обратить внимание, что обрезала я их всегда по-разному. Точнее, первый раз я отрывала краешек, и видите, он оторвался криво. Это был первый крем, которым я воспользовалась. И вот они положила в порядке, потому что запомнила, кака была реакция. В общем, что понравилось, что нет. По упаковке я понимаю, что это пробник, но вот хочу отметить, что, во-первых, насечки, то есть это первое, которое я оторвала, вторую я отрезала. А вот здесь, например, хочу отметить, что насечки, видите, сделаны дальше от того места, где, собственно, шов заканчивается. Вот, то есть, когда вы отрываете по насечкам, пробник не открыт. Это еще не значит, что он открыт. Вот, еще хочу показать, что, видите, насечки сделаны не всегда сверху, то есть в данном случае сбоку. Или просто напечатаны неправильно. Вот, еще мне что не понравилось, что сзади нет описания, как пользоваться. То есть есть состав, причем ни одного... Давайте сейчас какой-нибудь... Вот тут более-менее полное изображение. Да, то есть есть состав, в котором нет ни единого слова по-русски. Если это производитель России, то почему... Производитель город Королев. Почему все названия на английском? Вот. Есть как хранить, вот есть изготовитель, ГОСТ, даст какие-то данные о соответствии, но нету никакой информации, как пользоваться. Вот. Можно было бы даже приклеить на этот пробник какой-то информативный маленький листик. Как многие делают крупные компании, даже на пробник приклеивают маленькую наклечку с переводом, как пользоваться этим средством, если, допустим, средство иностранного происхождения, да, и... То есть там перевод всегда есть. Здесь же компания российская, но как пользоваться конкретно каждым пробником, мне пришлось искать на сайте. Что меня тоже не очень обрадовало, практически все они одинаково наносятся. Я не буду вдаваться в подробности, но описание что и как практически идентично. тоже мне показалось это странным, поскольку средства разные, но почему-то у них одно и то же применение. Вот. И начнем с самого плохого. То, что не понравилось. Вот это вот крем ночной. Название вы видите. Все так оно и называется. Что не понравилось. Наносила его на ночь перед сном. Наносила на все лицо, включая нос, верхнюю губу и подбородок. Буквально через минуту после нанесения, то есть там нужно немножко помассировать, чтобы крем впитался. Буквально через минуту у меня эта область, нос, верхняя губа и подбородок начали жутко полыхать. Прям как будто бы я острым перцем намазалась. И в общем я просто смыла эту область, все остальное оставила. Больше как бы таких нареканий нет. То, как действовал крем, ну я не скажу, что впечатлил. Просто обычный крем. В принципе здесь вот любой возьмите. И меня особо ничего не впечатлило. Вот соответственно, буду ли брать в полноразмерной версии? Нет. Учитывая тот факт, что кожа начала гореть, и я вообще не уверена, что это мне подходит. Поэтому маску, вернее крем этот я частично смыла, чтобы не было такой реакции. По датам, в принципе, все нормально. То есть я думала, может быть это какой-нибудь просрочка какая-то. Вот. июль 2018 это дата изготовления. Срок годности 36 месяцев. То есть у нас свежие. Не знаю, в общем, что пошло не так, но эффект меня не впечатлил, а нанесение мне не понравилось, поскольку вот такая реакция пошла. В общем, это мне не понравилось. Кстати, кто может быть там какие-то совпадения, да, ну, у меня, в общем, кожа смешанного типа, склонная к сухости. Вот. И она у меня везде разная на лице, поэтому данный крем омолаживающий питательный, он антивозрастной. Может быть, и это тоже сыграло свою роль. Не знаю точно, но это мне абсолютно не понравилось. Дальше я наносила вот такой ночную питательную сенсорную сыворотку. Сыворотка мне тоже особенно не впечатлило. А, хочу отметить, что все они пахнут одинаково, приятным, таким нежным, каким-то цветочным, воздушным ароматом. И консистенция у всех белая, воздушная, прям вот как пенка такого плана. Впитываются, распределяются быстро, впитываются тоже быстро. В принципе, после нанесения, после каждого было приятное ощущение. Но вот не знаю, вот это вот тоже меня не впечатлило. Ночная питательная сыворотка. Не знаю, как-то вот я особо не получила удовольствия. Я даже не знаю, что сказать. Не понравилось. Полноразмерную версию брать не буду. вот этот вот лифтинг-крем очень понравился. Буду ли брать полноразмерную версию, пока что не знаю, не решила. Буквально у меня на глазах произошло чудо. То есть, я нанесла крем, лифтинг-крем, кожа моментально, просто сразу же разгладилась. Ну, не прям вот, знаете, она измятой, да, стала супергладкой. Ну, эффект был моментальный, я вам скажу. То есть, она чуть-чуть как-то подтянулась, более такой ровный тон стал. И по ощущениям она такая шелковистая, что ли. То есть, она не бархатистая, а шелковистая. Вот прям очень приятные ощущения. Пока не решила, буду ли приобретать полноразмерную версию. Я пока только знакомлюсь с компанией Тиана и ее средствами. Так что, у меня, в принципе, еще есть остались средства, там и сыворотки, и альгинатная маска. Я ее еще не добила до конца. Так что, я пока знакомлюсь, я пока не уверена. Но, если буду, то вот это советую попробовать. Если буду приобретать, по пробнику, вот это мне понравилось. Ну, если вам интересно, начните с этого. Попробуйте. Вот. Дальше был вот такой вот крем. Вот они вот с этим вот какой-то серии, что ли, идут. Есть еще третий, по-моему, синего цвета. он мне не достался. Вот. Тут как бы такая история, что этот и этот крем, они примерно одинаковые. Примерно. одинаковые. Но вот этот я наносила, по-моему, на ночь, а этот утром. И мне понравилось больше то, как крем наносится с утра. Может быть, если я этот бы наносила утром, он бы тоже мне так сильно понравился. В общем, этот крем мне понравился больше, чем этот. Хотя, в принципе, они, ну, примерно одинаковые. Хотя этот омолаживающий, а этот увлажняющий. Ну, в общем, омолаживающий, он не произвел на меня такого впечатления, как увлажняющий. Но, так как омолаживающий я наносила на ночь, то спустя время я не могу сказать, какие были ощущения, поскольку с утра все нормально было впитано, и когда я умывалась, у меня не смывалось ничего с лица. А вот этот крем где-то после нанесения по прошествию часов 4-5, мне показалось, что поверхность лица была немножко липкая. То есть было ощущение, что как будто бы питательный крем нанесли. Вот. А они, знаете, такие немножко более жирноватые, чем, например, увлажняющие. вот. И было такое, в общем, неприятное ощущение. Ну, может быть, это вообще никак не связано. В общем, из этих двух понравился больше увлажняющий. Буду ли заказывать полноразмерно, я пока не знаю. Пока я не решила. То есть, если решусь, то, наверное, вот этот закажу точно, а этот еще подумаю. Вот. Если буду заказывать. но я пока не решила. Я пока знакомлюсь. Так что вот так вот. Так, друзья, патчи уже постепенно впитываются. В смысле, отдают свою влагу. Хотела с вами поделиться. Сегодня на ночь решила посмотреть какую-нибудь киношку. Нашла прикольный сайт. Не буду его говорить, потому что это все незаконно, да, смотреть кино в интернете. В общем, нашла прикольный сайт. там можно смотреть с мобильника, с планшета, с мобильника, с смартфона. И не ограниченная часть, а полный настоящий фильм. Вот. В общем, я нашла. Ну, что-то зашла на этот сайт, начала листать, там, что есть, какие новинки. хотела посмотреть фильм с Джей Ло, который новый вышел, но его еще нету в пиратке. Вот. Поэтому выбрала, ну, листала, листала какие-то страницы с новинками и наткнулась Хэллоуин 2018 года, типа, а-ля 40 лет спустя, или 45, или сколько лет, в общем, спустя. по сюжету, может быть, кто-то смотрел, если смотрели, ставьте пальчик вверх, посмотрим, много ли нас любителей Хэллоуина. В общем, он сидит в психушке, потом бежит из нее, там, ситуация с автобусом, и, в общем, в конечном итоге его все-таки вроде как убивают. Но, знаете, у меня осталась какая-то недосказанность после этого. То есть, после финальной сцены, где выжившая девушка, которая уже стала бабушкой, и у нее есть дочь и внучка, зять, к сожалению, погиб. Ну, извиняюсь за подробности, просто уж так уж вышло. Ну, может, кто не смотрел, я даже не знаю. В общем, выжившая эта бабушка, она все-таки с ним расправляется, но у меня осталась недосказанность, потому что нам все-таки не показали в конце, умер он или нет. Учитывая столько всего, что он просто непробиваемый, и никакая пуля его не берет, и боли он не чувствует, и убить его невозможно, то я не уверена, что он там погиб. Вот, так что, может быть, еще новая будет часть восставшей, как его там зовут, то, блин, забыла, только что в голове было. В общем, вы меня поняли. Вот, и те, кто не смотрел этот фильм, если вы не смотрели все предыдущие выпуски, все предыдущие, ну, части их не назовешь, потому что все они были самостоятельными фильмами, но если вдруг вы не смотрели, то вам нет смысла смотреть, потому что, наверное, не понравится. Вот, если смотрели, то мне кажется, что если вы, ну, не сказать фанат, но просто смотрели все предыдущие фильмы, и они вам нравились, ну, потому что вы, как сказать, ну, поклонник, что ли, такого фильма, такого жанра, то можно посмотреть, то есть вы, я думаю, впечатление не испортится. Но вот лично для меня осталась недосказанность небольшая, поэтому не знаю. Может быть, будет еще один фильм? Так, друзья, я извиняюсь за внешний вид, ну, просто нужно доснять влог, хочу еще сегодня обзор на пришедшую посылку с Ивановским текстилем снять, или, да, по-моему, это Ивановский текстиль, просто в трех разных магазинах, я уже заказывала, подзабыла, они так быстро приходят, я не успеваю вообще реагировать. В общем, поскольку, извиняюсь, в общем, за мой панда вид, кстати, хотя сказать, что Тиану я с кремами закончила, и сейчас приступаю к шоконату с этим кремом, и потом у меня будут, наконец, кремы от Kiehl's, попробуем премиумную косметику, вот, в общем, давайте заканчить побыстрее блог этот, о конкурсе, наверное, это как-то смешно выглядит, ну ладно, извиняюсь, извиняюсь заранее, в общем, о конкурсе, конкурс очень простой, разыгрываться будут открытки от меня в подарок, наверное, к весне, поэтому открыток будет 10, 10 победителей, что ли, выбираться будут рандомно, через вот этот выбиратель комментариев, и, значит, условия, поставить лайчик, это обязательно я буду проверять, и второе, в комментариях написать фразу хочу открытку, без этой фразы, если вы просто комментарий напишите, или напишите слово участвую, этот комментарий не будет учитываться в розыгрыше, то есть, нужно именно хочу открытку, так что участвуйте, я думаю, что результаты где-то через неделю будут, участвуйте, всем удачи, обязательно лайчик, и до новых встреч, пока-пока! и до новых встреч, Продолжение следует...